Всем привет! Сегодня на канале Episch Deutsch одна из важнейших тем для начального уровня. Мы постараемся просто и быстро объяснить вам склонения личных местоимений в дательном и винительном падежах. Местоимениями в предложении мы можем обозначить все предметы и явления. Несмотря на то, что система склонения личных местоимений в немецком языке очень похожа на систему в русском, многообразие форм местоимений может показаться запутанным, но только не для наших подписчиков. Итак, вам уже наверняка известны формы местоимений в именительном падеже. Вы, Sie, они, Sie, вы, если мы обращаемся вежливо. Как вы знаете, в немецком языке есть четыре падежа. Номинатив – именительный, генатив – родительный, датив – дательный, акузатив – винительный. Генатив в немецком языке используется достаточно редко, например, когда этого требуют определенные предлоги или управления глаголов, которых, к счастью, не так много. Личные местоимения в генатив отвечают на вопрос «чей?» и образуют притяжательные местоимения. О них мы поговорим в следующий раз. Знакомьтесь, это Михаэль и его друзья. Михаэль спрашивает Ганса, «Кому-то отдашь ручку?» Датив отвечает на вопрос «кому?». Если Ганс отдал ручку Карлу, то он скажет «им». Если же он говорит о существительном среднего рода, например, ребенок или девочка, то форма будет та же. Мужской и средний род местоимений в дательном падеже запомнить легко. Форма «им» созвучна вопросу падежа. Если Ганс отдал ручку Марии, то он скажет «ей». Если Ганс отдает ручку группе, то есть «им», то он скажет «инен». Окончание «эн» легко запомнить, если знать правила склонения существительных в дательном падеже множественного числа. У существительных во множественном числе дательного падежа появляется окончание «эн», а у местоимений «эн». Такая же форма «инен» будет и для уважительного местоимения «зи». Если Ганс отдал ручку своему собеседнику Михаэлю, то он скажет «тебе». «Дир». «Я» в дательном падеже будет созвучно «мир», то есть «мне». Если учительница спросит, кому еще отдать ручку, то ученики ей ответят «нам». Как это вам, целой группе, удивится учительница? Вам по отношению к группе людей, к которым можно обратиться на «ты», будет «ойх». Итак, вот форма личных местоимений в датев, которые легко запомнить. А теперь сравните формы местоимений в дательном падеже с формами артиклей. Несложно запомнить, что для дательного падежа мужского рода характерна на конце буква «м». Для женского – «р», для среднего – «м», для множественного числа – «н». Не забудьте об окончании существительного во множественном числе «эн». Приведем примеры употребления местоимений в дательном падеже. «Я отдал ему свою книгу». «Он представляет нам своего друга». «Мы вам понравились». Особая разновидность дательного падежа – так называемый дательный-возвратный, то есть когда Субъект и Объект действия совпадают. «Я желаю себе новый велосипед на день рождения». «Ты должен все хорошо обдумать». Существуют также устоявшиеся фразы с дательным падежом. «Он покраснел». «Я сожалею». «Ты зол на меня». «Как вы поживаете». Хотя в основном употребление дательного падежа всегда предсказуемо и сопоставимо с правилом в русском языке. «Это девушка мне известна». «Это ему совершенно чуждо». Теперь, когда мы освоили склонение местоимений в дательном падеже, винительный падеж запомнится очень просто. «Михаэль хочет одолжить у Ганса ручку. Как же ему сказать? Я возьму ее?» «В аккузатив на самом деле нужно запомнить только форму местоимения мужского рода, потому что в среднем и женском роде формы аккузатив полностью совпадают с номинати. Смотри, Михаэль хочет взять книгу. Он говорит Если ему нужен журнал, то он скажет. Формы «меня» и «тебя» тоже созвучны, и вам они наверняка покажутся известными. «Ich liebe dich», говорит Анна Гансу и тут же спрашивает. «Liebst du mich?» Формы «нас» и «вас» совпадают с дательным падежом «uns» и «oich». А «их» и уважительная форма «вас» остаются такими же, как и в именительном падеже «zi» и «zi». Так в аккузатив местоимения выглядят следующим образом. «Mich dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie, sie». Случаи употребления местоимений в винительном падеже связаны с употреблением переходных глаголов. К таким относится «lieben», «любить», «lesen», «читать», «trinken», «пить», «essen», «есть», «betreffen», «относиться», «касаться», «bewundern», «любоваться», «восторгаться», «zeichnen», «рисовать», «чертить», «кennen», «знать», «mitnehmen», «брать с собой», «репарировать», «ремонтировать», «чинить» и многие другие. «Das geht dich nichts an». «Это дело тебя не касается». «Er hat mein handy repariert». «Он отремонтировал мой мобильный телефон». «Ich kenne ihn seit meiner kindheit». «Я знаю его с детства». Кроме того, аккузатив используется в инфинитивных конструкциях с глаголами. «Hören», «слышать», «fühlen», «чувствовать», «lassen», «разрешать», «позволять», «sehen», «смотреть», «видеть», «buren», «ощущать» и другими. «Ich hörte ihn in seinem zimmer über mich reden». «Я слышал, как он разговаривал обо мне в своей комнате». «Mutti spürte dich atmen». «Мама чувствовала, как ты дышишь». «Обратите внимание, у вас могут возникнуть сложности с порядком слов», когда в предложении употребляется несколько местоимений. Как вы наверняка знаете, местоимения в немецком языке имеют преимущество над существительными и всегда стоят перед ними, независимо от падежей. «Михаэль одолжил мне свою машину». Когда одно из дополнений выражается местоимением, это местоимение следует сразу после спрягаемого глагола. «Я одолжил её моему другу». Если в качестве дополнений в предложении используются два местоимения, то местоимение в «аккузатив» всегда предшествует местоимению в «датив». «Михаэль» это ему не позволил. Это правило также относится и к возвратным местоимениям. «Я посмотрел новый фильм». «Я его посмотрел». А теперь попробуйте сами расставить местоимения в правильном порядке. Ну а о притяжательных местоимениях вы узнаете из нашего следующего урока. На этом сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание. Учите немецкий вместе с Episch Deutsch.